Всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня будет обзор моих покупок с Валберес для ногтей. Это еще не все, это только для затравочки. Оставайтесь со мной, будем смотреть. Первая из покупок это лотом шло 6 масел для ногтей. Мне понравилась упаковка, очень презентабельная, красивая, яркая. Давайте одну откроем, посмотрим. Желтеньких две. Посмотрим одну. Так, лимон. Ну, изнутри обычной совершенно маслицы. Вот такая вот ручка, очень удобно. Так, стоимость и артикул или ссылка будет в описании, заглядывайте под видео. Следующая моя покупка это вот такие вкладыши в верхнюю форму. Я просто их увидела и решила попробовать. И до сих пор лежат, пока что-то нет у меня времени. Они, по-моему, одинаковые. Здесь две пары, вот в этом. В упаковке. Стоили они порядка 200 рублей. И они все разные там были. Вот этот, по-моему, А5 или Д5 как-то там они называются. Я потом подпишу все в описании. Вот. Давайте покажу. Так. Есть. Меня немножко смущает толщина. Она прям миллиметр, наверное. Вот. Но не знаю, так ли должны они быть или нет. Мне кажется, они должны быть потолще. Чтобы уж выложить сразу гель, да, в верхнюю форму и не париться. А там, получается, еще выкладывать толщину надо, что ли будет. Ну, не знаю. В общем, надо пробовать. И сейчас сразу покажу и верхние формы. Я купила. Это уже вторая упаковка. Одна у меня уже разлетелась. Вот. Это Фокси верхней формы. Я их очень люблю. Вот именно классический миндаль. Мне больше всего нравится. Так. И вот самую большую формочку, нулевку, я взяла. Так. И вот так вот все это работает. Ну, конечно, поровнее надо. Сейчас под камерой не вижу. Ну, вот так. Это все выглядит. Ну, такая не сильно зауженная форма получается ложа. Но ничего. Нормально. В общем, надо пробовать. Где-то я найду время и попробую. Пока некогда. Ну, пишите, девчонки, если пробовали такие, как с ними работать, нормально или нет. Или они все-таки такая ерунда, подделка. Вот. Ну, и заодно покажу верхние формы. Вот такая большая, огромная. Размер. Это нелевка. Она мне даже на наращенный ноготь налезает. Ну, не видно, конечно, как следует. Но, поверьте на слово, она очень даже хорошего размера. И самую маленькую покажу. Мне нравится, что у них есть апекс. Такой нормальный. Не плоский. Не надо сюда никакое стекловолокно для укрепления. Ничего. Просто делаем полигели, все, хорошие верхние формы. 300 с чем-то рублей стоили, не помню, подпишу. Еще вот такой заказ. Это безворсовые салфетки. Я что-то смотрю, все покупают безворсовые эти салфетки. Мне, честно говоря, так надоело резать вот эти клинок свива. И они тоже дорогие стали. Ну, вот такие взяла. Решила попробовать. Стоит 112, по-моему, рублей. Ну, такие тверденькие, хорошие вроде бы. Но не пробовала, честно. Здесь должно быть тысяча штук. Я думаю, что есть спокойно тысяча штук. Надеюсь, что есть. В общем, я не смогу сосчитать. Но на вид хорошие. Но они, знаете, у меня были прям плотные-плотные такие. Они прям как будто ломались. Мне они не нравились. Вот эти более мягкие. Но и не совсем мягкие, как вот бывают совсем тряпочки. В общем, я надеюсь, что будут хорошими. В отзывах хвалили. Следующая моя покупка – это вот такие крема. Карманные, можно сказать, в сумочку подойдут. Это был набор. Тоже достаточно бюджетно стоили. Ну, такие красивенькие. На подарок кому-нибудь очень даже хорошо будет. Я сейчас открою какой-нибудь. Ну, вот этот, например. Здесь обычное это. Ну, зафольгировано все. Не буду снимать фольгу. Вот крем. Вот такой вот маленький. Очень красивенький. Классный. Упаковка тоже понравилась. И еще вот такая вот покупка у меня была. За какие-то копейки я взяла пилки. Здесь сколько, по-моему, 10? Да, 10 штук. Они, видите, какие тонкие на деревянной основе. Сейчас покажу. Это фирма Adricoco. 100 на 180. Ну, вот такая вот пилочка. Она такая для натуральных ногтей. Больше удобно будет, наверное, нарощенной пилите. И не очень будет удобно. Хотя надо попробовать. Не знаю. Взяла я за дешево. И потом, конечно, продавец поднял цену. Сейчас уже, конечно, другая совсем цена. Если найду ссылку или артикул, я напишу обязательно. Потому что я их давно покупала. Все лежат. Не могла снять обзор. Еще покупочка. Все свои пигменты все-таки, как я там, не рассыпала. И во всякие контейнеры они все равно высыпаются. В общем, потому что очень мелкие. Мелкодисперсные. Я взяла все-таки баночки опять. Буду в баночки их перекладывать. Потому что это единственное, наверное, что подходит для них. Сейчас одну достану. Здесь лот, по-моему, 20 лежат. Одну достану. Здесь... Ну, обычные совершенно баночки. По-моему, 20 штук здесь. 5 мл или мг как-то. Ну, вот такие совершенно обычные, кругленькие. Они без выступов, без всего. Мне очень понравились. Наоборот, что они такие форму имеют без всяких углов. Без всего друг на друга можно поставить. В общем, вот такие вот. В общем, довольно. И вдогонку к предыдущим кремам я заказала еще вот эти в виде мороженки. Сейчас посмотрим. Я вот коричневый хочу открыть. Я открыла крем. Здесь было все зафольгировано. Замечательно. Очень вкусно пахнет. Прям вообще. Прям чем-то мороженым, да. Прям мороженым, правда. Ванилью и чем-то таким прям сладеньким. Вот такие вот интересные. Это себе в сумочку заберу. Хочу еще показать. Вот такие вот верхние формы. Это универсальный изгиб. Я вот честно с ними поработала. И мне как-то не зашло. Не знаю. У меня не получились нормальные ногти с ними. Поэтому я в перчатках. Как-то я с ними прям думала, будет проще. Вот такой вот у них апекс. Изгиб. Я пыталась квадраты сделать. Ну, на себе квадрат на правой руке. Вообще это самоубийство делать само себе. Я показала только что самую большую. И теперь вот самую маленькую. Но это вообще таких ногтей, наверное, нет. Но зато есть такая верхняя форма. Вот такие вот интересненькие. Но к ним надо приноровиться. Или... Ну, как-то плосковато для меня показались. Мне как-то не хватило везде их. Поэтому мне нравится тот классический миндаль. Что их хватает на весь ноготь. И хочу показать мою постоянную покупку. Вот такие вот крафт-пакеты. 60 на 100. Это для фрез. Ну, покажу. Мне очень нравится, что они с окошком вот здесь прозрачным. Что я вижу, какие фрезы у меня для наращивания. Либо для просто маникюра. И вот такие вот. Здесь у меня ножницы хранятся. Это 75 на 150 тоже. С прозрачным окошечком заказываю. Все замечательно. Просто показываю покупщики свои. И вот такие покупки у меня были. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Буду рада. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.